Всем доброе утро! У меня сегодня на завтрак блинчики, почти органические, так как я их делала на сухом, козьем, обезжиренном молоке. И мука у меня тоже была с сайта iHerb. И хотела вам показать очень классную пасту, которую я заказываю на Royal Forest. Это кунжутная паста с рожковым деревом, с сиропом. И кокосовая паста, тоже с сиропом рожкового дерева. Они сладкие и очень-очень вкусные. Их кушать с блинчиками очень классно. Так кто у нас здесь такой красивый снежный барс? Такой красивый снежный барс. Хочу познакомить вас с нашим новым членом семьи. Живет он у нас уже давно достаточно. Я вам просто не показывала барсика, ему три года. Дело в том, что у наших друзей, у ребенка началась аллергия на кота, на шерсть. И они спрашивали, кто может забрать себе котика. И мы согласились. И помните, у нас был Гасик из приюта Серый кот. Он у нашей бабушки. Когда мы улетали в Таиланд, она с ним была долгое время. Получается, у нас не было полтора месяца. И бабушка была с котиком, с Гасиком. И они настолько привыкли к друг другу, что теперь Гасик живет у бабушки. Потому что бабушка забрала его себе. А мы забрали у наших друзей барсика. Хочу показать вам мак. Сделали нам подарки блогерам на 8 марта. Чехлы на телефон с помадой легендарной, которая называется Red. И сейчас я хочу накрасить ей губы, потому что мы должны кое-куда пойти. И как раз я ее испытаю на своих губах. Вот так смотрится эта помада на губах. Это холодный красный. Мне очень идут такие оттенки. Вот. Сегодня я решила снять для вас влог. В этом влоге будут распаковки. Очень много было подарков на 8 марта. Так как все-таки это международный женский день. Еще мы бьюти-блогеры. А также в этом видео хочу немного поделиться своими мыслями. Так как у меня недавно было такое яркое событие в жизни. Оно до сих пор есть. Продолжается. Я говорила об этом в предыдущем видео. О том, что я выпустила бьюти-бокс. Свой первый лимитированный бьюти-бокс. Коробочку. От которой я долго работала. Вот. И уже прошло некоторое время после выпуска, после выхода этой коробочки. Большое спасибо за вашу поддержку и за теплые слова. Честно сказать, я не ожидала, что будет такой ажиотаж, что будет столько заказов. Их на самом деле было так много. И до сих пор продолжаю девчонки и мальчишки заказывать коробочки. Честно сказать, это первое такое дело, такое громкое и такое серьезное и такое ответственное, которым я занималась. Поэтому для меня это безумно было сложно, неожиданно сложно и приятно. Столько эмоций, столько радости и большое вам спасибо. Могу отметить несколько моментов, которые я заметила. И не только со своей стороны, но еще и по примеру других людей. Как только человек начинает чем-то заниматься, что-то делать свое, добиваться чего-то, сразу определяются люди, которые находятся возле него. В таких ситуациях, конечно, проявляются люди, и ты понимаешь, кто есть кто. Особенно если это касается каких-то мелочей, ничего не значащих, люди определяются сразу после таких событий. Так что имейте в виду, если кто-то там что-то собрался делать, то ждите сразу неадекватных реакций даже от близких людей, даже от тех людей, от которых мы вообще ничего не ожидали. Вроде мне и радостно, что я проделала такую большую работу, и что так все здорово вышло. А с другой стороны, потеря каких-то людей и немного такой в душе осадок остался. И вроде я ничего плохого людям не делаю, но и не сделала. И вроде как бы наоборот, я всегда такая открытая, отдаю много, а здесь, получается, быстро все определились, кто есть кто. И немножко, конечно, грустная. Но самое главное, что близкие люди, Вова особенно меня очень сильно поддержал, подружки меня поддержали, мои близкие, действительно, которые с детства со мной. Вова, в принципе, никакого отношения не имеет в коробочке, ни на что не претендует, но он просто искренне мне помогал, упаковывал и поддерживал все это время. Поэтому, мне кажется, в такие моменты вы должны рассчитывать только на самых близких людей. Барсик, ты в ауте, да? Барсик. Теперь хочу показать вам огромную коробку, которую мне вчера подарила девочка на встрече, когда я раздавала коробочки своей бьюти-боксы в Алматы. Да, вкратце расскажу. Я сделала встречу специально для алматинцев, я лично передала в руки бьюти-боксы. И пришла на встречу девушка, прям буквально забежала за коробкой и принесла мне в ответ тоже огромную коробку, просто нереально большую. Она сделана из пластика, очень плотная. И я так удивилась. Эта вещь была совсем по-другому упакована. Просто я вчера уже примеряла при девочках. И представляете, здесь просто открыточка, что это для меня, для Жени Гейнас. И в этой коробке находится потрясающего цвета и красоты. Я не знаю, как назвать это. Пиджак, пальто, богато и красиво, как будто бы мокрый бархат. Красота неописуемая. И я обязательно сниму видео о вещах, потому что у меня снова накопилось много вещей. И покажу, как он сидит на мне, смотрится, потому что он очень красивый, до колена. Укороченный рукав здесь. И еще хотела показать один подарочек от Бобор. Я наслышана об этом бренде, но никогда ничего не пробовала. О, посмотрите, здесь есть ивент-календарь. Ничего себе. Ух ты, здесь у нас еще цветочки, еще одни цветочки в таком горшочке металлическом. Между прочим, это живые цветы. Так, по-весеннему. Ой, что же там еще? Вот. Это у нас лосьон, тоник. Они спросили, какой у меня тип кожи, и подобрали для меня уход. Я не поняла, это что? Маска, спрей для лица? Ого, точно спрей? Ничего себе. Всю жизнь мечтала так сделать. Поехать в Старбакс и взять по одному кусочку торта, которые у них там представлены на витрине. И я так и сделала. Взяла по одному. Там, правда, еще остались кексы и пончики, и был малиновый чизкейк, который я пробовала. Классический Нью-Йорк я не пробовала. Красный. Вельвет, по-моему, называется. Это морковный. Это шоколадный. Это брауни, и вот этот коричневый, что-то я не помню. На Наполеон похож, но нет. Вова проснулся, его ждал сюрприз. Курьер, где че? А я? Да, там огромная посылка стоит. У меня еще не разворачиваю. Мне важнее торт. Морковный, да, хороший? Самый вкусный. Очень полезный. Я тебя буду снимать, как ты распаковываешь. Только нужно аккуратно. Что? Тут ничего особенного. Ничего особенного? Как? Блин, бывает такое. Представляешь? Такое большое и ничего особенного. Ну, это обычная коробка просто. И вот он расстеливает. Что там? Пакет. Большой пакет. Ланком. Ланком. О, ланком. Ого. Ого. Здесь твой портрет, Нарю. А, какой красивый, красивый. Вообще просто красота какая. Что там? О, это я. Голая ошенья. Они еще тухами накрыскали. Да? Да. А ну? Да, это парфюм вот этот. Красиво, так как. Элай Рэй. Какой-то Элай Рэй. Лан, это был бы Рэй. Спасибо, Ланком. Неожиданно. Оказывается, две посылки, и Вова молчит. А я эту хотел себе оставить. Это тоже ланком. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Что там, что там, что там? Косметика. Ох ты. Новая палетка с весенними оттенками. Очень красивыми, кстати. О, тут еще помадки. Красота какая. Кисть кабуки, представляете? У них вышла кисть. Да, очень такая приятная, плотная, красивая белая кисть. Покажи свой чупа-чупс. Это планета. С вечеринки от Никс. Мама привезла Саре. Чупа-чупс. И представляете, легендарный хайлайтер в виде розы. Я недавно смотрела обзоры в ютюбе и так заинтересовалась тем хайлайтером. Прям реально мечтала о нем. И они прислали, прислали. Представляете, в коробке. Я в шоке. Девчонки, он действительно крутой. Посмотрите, у него все лепестки пропитаны хайлайтером. Ну такая красота. Девчонки, он действительно крутой. Девчонки, он действительно крутой.